Министр здравоохранения республики сообщил, что казахстанцам присвоят индивидуальный иммунный статус. Для этого было разработано специальное приложение. Оно необходимо для того, чтобы знать достоверную информацию о заболеваемости населения COVID-19 и обезопасить людей при посещении общественных мест. Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения EGov Mobile, который будет интегрирован с медицинским приложением Ашик. В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции для предоставления на проверку посредством QR-кода. Согласно задумке, для хода в заведение необходимо с помощью приложения Ашик отсканировать специальный QR-код и предъявить его. После этого приложение выдаст оценку риска, которая делится по цветам на четыре статуса – зеленый, синий, желтый и красный. Зеленый статус пользователя означает, что его передвижение не ограничено, и он занесен в базу данных, как имеющий отрицательный ПЦР-тест. Синий статус будет присвоен тем, для кого перемещения также не ограничены, но ПЦР-тест отсутствует. Желтый статус предполагает частичное ограничение перемещения. Этот цвет означает, что в базе данных пользователь отмечен как контактный. Ему разрешается посещение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места домашней изоляции. Красный статус – ограничение перемещения, строгая домашняя изоляция и амбулаторное наблюдение. В свою очередь, некоторые казахстанцы выразили недовольство тем, что приложение нарушает их права. Проект не нарушает права, так как приложение является добровольным, и ИИН вводится согласие самого посетителя. Согласно статье 273 Кодекса о здоровье, предоставление сведений без согласия лица допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это инструмент для бизнеса, чтобы обезопасить своих посетителей и безопасно продолжать свою деятельность. Отметим, что данный проект является пилотным и пока что запущен только в Нур-Султане и Алматы. По итогам будет решаться вопрос о сроках запуска приложения на территории всего Казахстана для входа в общественные места. Эльвира Волгина, Маргарита Ущиповская, Новости Тимиртау.